Это пульс дня на RTN. Мы продолжаем. Через месяц после того, как суд в США признал Google незаконной монополией, технологический гигант столкнулся с новым антимонопольным иском, связанным с его рекламной технологией. Министерство юстиции США и коалиция штатов заявили, что Google обладает монополией на технологию, которая связывает интернет-издателей с рекламодателями. Согласно поданным в суд документам, доминирование позволяет Google получать до 36 центов с каждого доллара, когда компания выступает в качестве посредника между издателями и рекламодателями. Google утверждает, что аргументы правительства основаны на уже устаревшем облике интернета, когда главенствующая роль играли компьютеры-декстопы, а пользователи вручную набирали адреса веб-страниц. По заявлениям компании, сейчас рекламодатели предпочитают социальные сети для охвата аудиторий. Согласно ежегодным отчетам компании, ее доходы от платформы Google Networks, которая включает сервисы AdSense и Google Ad Manager, сократились с 31,7 миллиарда долларов в 2021 году до 31,3 миллиарда долларов в 2023. Судебный процесс начнется в понедельник в Александрии, штат Вирджиния, под председательством окружного судьи Леони Бринкема. Ожидается, что в качестве свидетелей выступят руководители крупных газетных издательств и новостных сайтов, включая The New York Times и Gannett, которые, как утверждается, пострадали от практики Google. Водитель в Иллинойсе стал свидетелем необычной встречи с дикой природой. Проезжая недалеко от Мерфисборра, Алексис Рэй заметил черного медведя, неторопливо взбирающегося на дерево у дороги. Это необычное зрелище было снято на видео и быстро стало вирусным после того, как он поделился им через канал местных новостей. Инцидент произошел недалеко от Мерфисборра и возможно, что этот медведь является тем же животным, которого ранее видели выходящим из озера неподалеку от Кинкейт. Наблюдения черных медведей в Иллинойсе в последнее время участились, особенно в южной части штата, что вызывает беспокойство среди местных жителей. Напоминаю, что сегодня в Филадельфии проходят дебаты кандидатов президента США Дональда Трампа и Камалы Харрис. Телеканал RTN будет их транслировать с синхронным переводом на русский язык. Начало в 9 вечера по восточному времени. В завершении часа моя коллега Наталья Быстрицкая с паскриптумом, а я не прощаюсь. В следующем часе увидимся с вами в вечерних новостях.